Жанна, по-моему, рожает. Я приготовила 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 2 литра воды сюда еще тепло-горячее налью. Это после родов прям сразу такое питье дается для того, чтобы лучше послед отошел. Лолочка родила. Лола, это твой ребеночек. Маленький, облизывай скорее, облизывай, облизывай. Махонький. Ну все, сейчас я быстренько его буду обтирать, помогать ей. Потом уже включусь. Так, один у нас вышел козленок. Я так понимаю, что больше ничего не будет, что время достаточно прошло. Может, подождем сейчас. Одна девочка родилась. Я ей дала водички сладко-соленой. С удовольствием она все это пьет. Не больше 2 литров. Шпателка не было. Вот так подержи, как пока двери открыты, чтобы видно было. Пьет с удовольствием. Олька. Немножко отрубили насыпало. Закрывай дверь. Что-то чисто так для запаха. Она, видимо, лежа разжала. У меня подсохла тут из-под стилки. Сейчас я ее буду все обтирать после дойки. Здесь хорошо идет, а здесь что-то... А, сейчас пробочка будет. Ага. Все, давайте. Нет, хорошо идет. Все, легко, легко, как с краном. Отлично. Делается легко. Вообще, как будто все это время доилась. Вот, как рано открыли. Также вот я ее доила в прошлый раз, когда она первый раз окатилась. Я получила эстетическое удовольствие, когда я ее доила. И ничего себе от молотка отходит. Настрой хорошо, чтобы все было видно. Хотела козленка под мамой оставить. Не буду, наверное. То есть, по сути дела, все вот это вот набухшее вымя, это было все молозью. Но оно, кстати, не густое, по-моему. Сейчас, моя хорошая, стоит. Послушаю. Да, ты умница. Все легко выдавилось. До капли, до последней. Так, сдаила я 800 грамм молозива. В прошлом году, когда я 800 грамм с рима сдаила, она мне давала где-то 3200-3400 на пике. Ну, посмотрим, можно ли ориентироваться на первое количество молока. Да, Тимуха, хороший. Такого колеса. Хочется взвесить. Никогда не взвешивали козлят. Над столом, да, над столом. Придерживай, придерживай, чтобы он не упал. Тихо. Сколько? Тимуха, лёсенький. 4, 25. Ну, 4 килограмма. Ну, это хороший козленок. Сначала я всегда вот прям чуть-чуть молочком наливаю. Сколько-то молозива жидкое. И прям маленькими порциями. Чтобы он не запрямился. Первое кормление, давай. Он голодный, она голодная, но должна. В принципе, раз, вот так вот. Всё. Она чувствует тёпленько, вкусно, и запах хороший. Самое главное, что она мамку не попробовала. Ну, тут же сразу ест. Главное, не нажимать на голову сильно. То есть, один раз тонко дать ей почувствовать, что там тепло и вкусно. Насильственно будет... Если насильственно опускать голову, всё, тут может очень сильно затянуться. Давай ещё. Аж на коленочки падает. Так вкусно, да? Давай я ещё, наверное... Сейчас мы ещё один разочек снимем. У меня тут рядышком газ всегда. Ну, буквально вот по 50 грамм даже, наверное, меньше тут. Ну, где-то тут, может быть, 30 грамм. Как только она научится, не задыхаясь, пить, можно побольше добавлять. Ну, то есть, это всё видно, хозяйка это чувствует. Такого, да, тёпло-горячего, чтобы ей было приятно. А потом, в самом начале, лучше маленькими порциями. Ну, иди, иди, иди. Опять раз и забыла. Так, раз её головкой. Всё, она опять вспоминает. Буквально вот 2-3 дня они будут ещё это теряться. А потом только подавай. Всё, сразу там заработал желудочек. Смешно. Ушки у неё какие-то кривые. Одно висячее, другое стоячее. Включаю. Вот такое у нас радостное событие к ночи. Да, всего всем доброго. Были на канале СВЯЯ Закваска. Вот так вот мы и здесь укутали куб брезентом, потому что здесь как раз около двери. Здесь щелки большие, чтобы я не поддувала. Ну, и хорошо наелась. Съела почти 500 грамм. Это поспособствует быстрому отходу мекония с первородного кала. Это очень хорошо. Вот слышно там работу. Сейчас она уляжется, будет спать. Стряпку уберу. Это она какая-то совсем мокрая была. Лола не захотела её толком облизать. Хорошо я вовремя пришла. Чай сидели пили дома. Думаю, дай-ка я пойду посмотрю. Ну, я чувствовала, что уже вот-вот. Думаю, ну, наверное, ночью будет рожать. Нет. Вот к вечеру разродилась. Я её укутала в тряпку. Обтирала её. И я решила её сюда подстелить, чтобы она быстрее подсохла. Там опилочки были у меня старые, подстелены. Ну, и чтобы опилки не налипли на шерсть. Сейчас уберу уже, уже немножко подсохла она. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok